На комплекс здесь читает стихи Натомарова Ульяна, 12 лет, Константин Ланченко, мальчишка. Он был дружбой нашего района, мальчишка из соседнего двора. На него с опаской, на влюблённость, окрестно смотрела без двора. Она к нему пристрастия имела, поскольку он командовал бездельно. А пластиками так бросал у него, что тот коснячек овел в воде. В дождливую и ясную погоду он шёл в груди, бесстрашный, как всегда. А по сторонам не было прохода, едва он проиграл свой удар. В провождении преданных отротов, коварный, как пиратский адмирал, мальчишек бил, легче таскал за кольцами и чистые петрадки от пиратов. В густом стаду, в правом саду, играет он с ребятами в войне. И как-то раз увидел он из сада девчонку незнакомую в огне. Завод в подсаде был довольно редкий, любой мальчишка в дырки заходил. Но он, как кошка, прыгнул прямо сверху, и девочки дороги притягивали. Она в предыдущем нарядном платье делала, стояла на весеннем литерке. С коричневой, с миленчатой портфеликой и маленькой чернильницей в руке. Сейчас мы слёд разбросанные книжки, не зря ты его боялся, как огня. И вдруг она сказала, там мальчишка, ты пророчи, пожалуйста, меня. И он, от измерения не умея, за путем исходя в страшный фон, шагнул вперёд и замерз перед нею. Её до имени слелости, смелости сражают. Она забыла джахлом повисая, гройдя сломать немедленно его, Ботан, адмиральская ботаря, глядела на героя своего. Бегли на земле солнечные ребяты, ушёл в греческорянный командир. А подчинённым было непонятно, что этого их детство уходило. Ну хорошо.